Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, депутат Сейма, хорошо вам известный Игорь Пименов у нас сегодня в студии. Добрый день. Здравствуйте. Игорь, может быть я вам задам такой, ну не знаю, в какой-то степени, может быть неожиданный вопрос, как вам кажется, или ваше ощущение, может быть ваша информация, свидетельствует ли о том, что постепенно Латвия вползает в какой-то экономический кризис? Вот я почему спрашиваю, потому что нам совсем недавно говорили, что следующий бюджет следующего года будет исторически самый большой, это премьер-министр Каренч сказал, потом он сказал, что это обещание выполнить не можем, это не можем, это не можем и так далее, и так далее, вообще экономика уже не так развивается, как мы хотели, так вот в связи с этим вот у меня такой вопрос, действительно ли мы сейчас или уже в кризисе экономической, или стоим на пороге кризиса? Ну Латвия не исключение среди остальных государств Европейского Союза и мира, но мы конечно ориентируемся в первую очередь на Европейский Союз, и проценты экономического роста замедляются, речь идет о полутора процентах в Европе. То есть такая общая тенденция. Да, и соответственно, если у нас в уходящем году, точнее в 2018 году, рост был 4,8 процента, то в следующем министр финансов объявляет 2,8 процента роста. Это значительно меньше, но вот совсем не далее, как в начале этой недели я был на межпарламентской конференции, которая проводилась в Хельсинки на тему о... ...исполнение финансового развития и перспектив финансового развития Государств Европейского Союза. ...связано это, в общем-то, с необходимостью каждые полгода пересматривать финансовую политику, которая проводится в Европейском Союзе. Это требование известного договора межгосударственного о проведении финансовой политики Государств Европейского Союза, финансового компакта. И как раз там-то уже стали задавать примерно такие же вопросы, которые возадимы только что-то сейчас. И указывались вполне конкретные причины того, что экономика Европейского Союза, если не стагнирует, но, в всяком случае, случайно замедляется в своем развитии. И причин тому, в общем-то, несколько. На мой взгляд, самые важные, о которых и я говорил на той конференции и готов повторить сейчас, и они заключаются в том, что политика строгой экономии, которая по замыслу идеологов этой финансовой политики в Европейском Союзе должна была значительно сократить государственные долги, повысить привлекательность мировых фондовых рынков для фондовых рынков нашего Европейского континента и дать толчок развитию, на самом деле срабатывает почти в противоположном направлении. И этого следовало ожидать. Критики политики строгой финансовой дисциплины предполагали еще тогда, что когда, конечно, все кругом живут не экономия, а один экономит, тогда этот экономий еще как раз становится действительно привлекательным. Но когда экономят все, то все это проявляется в том, что просто все участники этого большого процесса испытывают резкую потребность в деньгах, которые они сами и обязали, собственно говоря, экономить. И проявляется это в том, что начинают не хватать денег на самые необходимые вещи в стране. Государство не может выполнить свои обязательства, не может заплатить учителям, врачам, иногда полицейским. И исполняет какие-то свои международные обязательства, в частности, если говорить о Латвии, то это, безусловно, известное обязательство перед НАТО, обеспечение своей, финансирование своей оборонной системы в рамках договора НАТОвского. Но на земле, на уровне травы нации, в каждой повседневности наш соотечественник убеждается в том, что ему перестает постепенно хватать денег. В основном это касается, безусловно, работников бюджетной сферы. И одна из главных причин заключается в этом, а что необходимо делать. Ну, указывали как раз рецепты классические, они почти алфавитные. Надо использовать возможность свободного рынка. Люди, которым сейчас, так скажем, больше 50 лет, хорошо помнят, с каким вожделением советские люди, просто измотавшиеся в условиях административного регулирования экономики, рассчитывали на всплеск экономики в условиях свободного рынка. Но оказалось, что, окунувшись полностью в новые экономические обстоятельства... В этот капитализм? Да, совершенно верно. Мы столкнулись с тем, что тут примерно то же самое пытаются делать, только просто уже в рамках финансового рынка. И, по большому счету, для того, чтобы преодолеть те тенденции, о которых я начал рассказывать, необходимо в значительной степени как раз использовать те механизмы, против которых стеной встают все регулирующие европейские организации, европейский центральный банк не в последнюю очередь. Необходимо делать так, чтобы у каждого конкретного государства возникали ресурсы для развития отраслей, которые обеспечивали бы рост экономики на тех предприятиях, которые гарантируют не только рост этого предприятия, но и вытягивали бы всю экономику страны в целом. Как раньше говорить, градообразующие предприятия. Ну, а сейчас называют такие предприятия национальными чемпионами. Именно они определяют авторитет отрасли, они дают значительный прирост налоговой выручки, именно они обеспечивают устойчивый текущий счет внешней торговли, именно они обеспечивают конкретную способность конкретного государства. Я почему спрашиваю, извиняюсь, что перебиваю, все-таки почему я в самом начале спросил об экономической ситуации и возможном кризисе, потому что я пытаюсь понять, правительство не желает выполнять закон по отношению к тем же медикам, или у нее просто нет возможности, согласитесь, Игорь, это имеет значение, или она просто не желает, поскольку есть коалиционные договоренности, что нужно распределить деньги на другие нужды, или просто нет возможности. Вот ваше ощущение, нет желания или нет возможности? Я же не готов вам дать ответ на этот вопрос определенно, чтобы не вводить в заблуждение наших слушателей, хотя потому что на эти вопросы, ну совсем недавно отвечая на ряд интервью в средствах массовой информации у ваших коллег, министр Рейерс, этого ответа не дал, он указывает другое, что правительство делает все возможное, чтобы бороться с бедностью. Он указывает на то, что найдено 600 миллионов дополнительных средств для 2020 года, которые уйдут в размере 200 миллионов на индексацию пенсии, правда, это плохо, это хорошо, и в целом прирост пенсионного, значит, средней пенсии будет примерно 7%, в зависимости от стажа до 10%, о том, что найдены 50 миллионов для медиков, но на самом-то деле, обещано это было гораздо больше, 2,5 раза, и, дескать, найденные деньги для учителей, хотя, с другой стороны, недалее, как на прошлой неделе, появилось письмо Ассоциации руководителей учреждений образования, которое указывает на то, что на самом деле в предыдущие годы было заключено несколько соглашений с правительством, гарантировавшими значительно больше рост заработных плат учителей, общего образования, и, тем не менее, нынешнее правительство утверждает, что он делает все возможное для того, чтобы сократить социальное неравенство и для того, чтобы бороться с бедностью. Пока как-то не очень. Я не могу упрекнуть правительство в том, что оно делает что-то неправильно, именно в том, чтобы бороться с бедностью, но необходимо для того, чтобы решать задачи не краткосрочные, а долгосрочные. необходимо создавать условия для того, чтобы рос внутренний воловой продукт. Более 10 лет назад был в 2008 году составлен отчет Всемирного банка о развитии государств, которые обычно называют развивающимися, но к этим развивающимся государствам относится в частности Латвийская республика. И вывод там заключался в том, чтобы для того, чтобы в течение одного поколения Латвия могла достичь среднего европейского уровня, необходимо в течение срока, превышающего 25 лет или не менее 25 лет, поддерживать темпы роста 7% или больше. Обращу внимание, что в следующем году нам правительство обещает 2,8%. Каким образом можно было бы добиться такого роста? Тот же Всемирный банк указывает, необходимо, чтобы объем инвестиций в экономику был не менее 30% от внутреннего волового продукта. Данные Латвийской республики, которые мы получаем официально, указывают на то, что это число составляет 26%. Когда мы говорим об этих инвестициях в размере 30%, имеется в виду совокупные инвестиции, частные и публичные, то есть государственные и самоуправленческие. Как мы убедились, в условиях строгой экономии частные инвестиции приходят сюда очень, так это, без большого желания. И поэтому единственное для того, чтобы такая страна, как Латвия, могла реально улучшить качество своей жизни, необходимо делать существенные публичные инвестиции. Между тем, вся наша экономика, которая развивается уже 30 лет по новым правилам, она построена на неолиберальной парадигме, которая отличается сильным недоверием по отношению к государственному вмешательству в развитии экономики, и поэтому ждать от нее таких шагов не приходится, что мы, собственно говоря, и наблюдаем при планировании бюджета следующего года. Для того, чтобы реально такие инвестиции проводились, необходимо совершенно другой поворот мышления в отношении управления экономикой, который мы, к сожалению, повторяю, в головах руководителей исполнительной власти нашего государства в этом году не наблюдаем. Есть еще одна тема, которую я каждый раз затрагиваю, когда прихожу в Вашу гостеприимную студию, АВИК, это ответ на вопрос, откуда взять деньги. Министр финансов показывает, что они делают все возможное для того, чтобы действительно были найдены ресурсы на те самые потребности, на то, что мы говорили. Хочется говорить конкретно и аналитически с людьми, которые действительно серьезные оппоненты. Но между тем, всегда, когда речь заходит о том, что нам необходимо сделать серьезные изменения в налоговой системе, нам отвечает, а я уже в 7, ну вот в этом году, 10 год буду, что это, конечно, все надо, но потом. Я обращу внимание, что недалее как 4 года тому назад наше государство обратилось за экспертной консультацией к Всемирному банку, и было оплачено в размере 300 тысяч евро большая работа рабочей группы Всемирного банка, который по бусинке перебрал всю нашу налоговую систему и указал на то, что наша налоговая система, как в кислороде, нуждается в активном использовании принципа прогрессивности в налогообложении в условии, в отношении применения налога на доходы физических лиц. Конечно. А вы поддерживаете? Я это поддерживаю, но больше того, я скажу, что с большой неохоты, отражая многочисленные атаки Латвийского центрального банка, значит, латвийской конфигурации работодателей, всех организаций, которые в большей или меньшей степени лоббируют получателей больших доходов, и причем не только доходов, обычно мы связываем этих получателей с названиями крупных банков, больших компаний, но это касается в полной мере также и работников и руководителей предприятий государственных и самоуправленческих. Вот они как раз лоббировали процесс развития вот таким образом, чтобы никакие рекомендации Всемирного банка использованы не были. При всем при этом правительство в 2017 году, которое решило делать действительно первые шаги в правильном направлении, вы помните, были приняты решения о том, что нераспределенная прибыль не будет облагаться подоходным налогом, прибыль предприятий, но тогда сразу возникала дыра в бюджете, как ее покрывать. И несмотря на большое нежелание, несмотря на сопротивление, тем не менее правительство Мариса Кучинского и министра финансов в данной резнице Уозоволы приняло решение о введении прогрессивного налогообложения очень незначительного. Там 20 и 23, да? Разница между самой низкой ставкой и самой большой составляет 11,4%. Между тем, как государство, где прогрессивное налогообложение работает в полную силу, оно в среднем не меньше 24% пунктов. В чем привело ли это к улучшению ситуации на рынке? Изменило ли это каким-то образом состояние того, что мы называем социальным неравенством? Говорить трудно. На самом-то деле все данные, которые мы получаем до сих пор, показывают, что уровень социального неравенства в Латвии с СССР уменьшился. Это очень незначительно. Как раз критики той реформы, которая проводилась в 2017 году, я был среди них, указывали на то, что та прогрессивность, которую нам пытаются свести к осуществлению налогосолидарности, на самом деле это не прогрессивный налог, а это, так сказать, бледная имитация. И дело даже не в том, что необходимо принимать серьезные шаги в отношении увеличения ставок, необходимо смещать изменения этих пороговых ставок к суммам, которые значительно меньше, чем нынешние 20 тысяч. И больше того, дифференцированный необлагаемый минимум, который был гордостью правительства еще в 2014-2015 году, как мы теперь все убедились, на самом деле очень сложное восполнение и на самом деле попытка заменить прогрессивный налог регрессивным необлагаемым минимумом не достигает своего результата. Поэтому сейчас все чаще даже среди политиков и экономистов, которые традиционно относились к правящим политическим партиям, слышен ропот и предложение отменить дифференцированный необлагаемый минимум, а ввести необлагаемый налогом доход, который сейчас называется необлагаемым минимумом, но просто в рамках применения прогрессивного налога. Я понимаю, что, возможно, вся моя тирада, которую сейчас слушают наши слушатели, сложна в восприятии, но я попытался вкратце ответить на тот вопрос, который вы мне задали в самом начале. Конечно, этот вопрос нужно задавать, я думаю, мы его тоже зададим при случае представителям тех правящих партий, которые эти обещания давали, а не представителям согласия, не Игоря Применова, но тем не менее, все-таки вы сказали, что вы всеми почти 10 лет. Ну, перед Вашими глазами прошли многие депутаты, уже бывшие, и многие партии ушли в небытие. Вот как долго правящие партии смогут позволить себе не выполнять те щедрые обещания, которые они давали избирателям? Я имею в виду этот знаменитый, например, Типа-500, где помните необлагаемый минимум пенсии, зарплаты 500 евро, минимальная зарплата 500 евро и так далее. Как долго? Вы помните эту фразу, которая стала мемом, а как же нельзя, нельзя же не обещать. Да, как я мог не обещать, говорил господин Репши. Ну, это повторяется как, это правило взято на вооружение не только господину Репши, но и всеми партиями, которые стремятся попасть в СИМ. Мы пытались со своей стороны таким образом организовать свою работу, чтобы убедить наших избирателей, и не только наших избирателей, а всю Латвию в том, что необходимо серьезное экономическое преобразование, необходима действительно налоговая реформа, причем не та, которая откладывается на долг, а которая должна выполняться уже в ближайшие, если не годы, то месяца, потому что, как вы сами сказали, мы все ждем, мы все живем в ожидании возможного экономического кризиса, и, к сожалению, это ожидание, оно как-то материализуется, причем не потому, что мы живем страхами, а потому что мировые рынки, к сожалению, нашептывают, что действительно в экономическом кризисе, если такое произойдет, то в конце концов лучше всего будут чувствовать себя те, чья конкурентноспособность выше. Это не Латвия. Про нашу конкурентноспособность нашего государства, по крайней мере, вот в этом бюджете, который я слышал до сих пор, комментарии, которые я слышал от ведущих наших политиков, я слышал очень мало. Они обычно говорят о том, о чем хотят слышать наши избиратели, и понятно, что они хотят слышать именно о том, каким образом будет меняться качество из них и заработные платы, но каким образом мы можем мотивировать наших коммерсантов, каким образом мы можем создавать новые рабочие места и таким образом создавать новые заработные платы, а значит увеличивать налоговую массу, которая будет поступать в бюджет, об этом нам говорят очень скромно. И ссылаются при этом, что есть конкретные правила и нормы Европейского Союза, которые нарушать нельзя. С этим трудно не согласиться. Действительно, эти правила приняты были под давлением государств, которые определяют финансовую моду в Европейском Союзе. Это государства, так скажем, экономического ядра Европейского Союза. И все мы хорошо знаем, это те, которые сложили, собственно, на горяске лет нашего Союза. Это Германия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург. И в последнюю очередь это маленькое государство, но со значительно высоким вкладом идеологическим в формирование Европейского Союза. Они как раз исходили из того, что новое экономическое образование, каким является Европейский Союз, будет развиваться не в последнюю очередь благодаря тому, что будут сняты валютные барьеры, которые всегда возникали в условии большого количества разных, как еще называли цветных валют в Европейском Союзе, когда существенно сократятся поэтому издержки внешней торговли. И государства, которые традиционно были экспортерами, получат большие и новые рынки для того, чтобы получать, естественно, новые доходы и прибыли, распространяясь экспансивно в рамках Европейского Союза, а не увеличивая производительность внутри своей страны и потребление внутри самой страны. Это пока только пожелание. И в конце концов, да, действительно, Европейский Союз платит нам деньги в виде средств Еврофонда. Не всякого сомнения, это все понятно. И Латвия, как нам показывает, Министерство экономики получает за каждый заплаченный евро взнос, 4 евро обратно. Вместе с тем, будем помнить, что Латвия платит не только 1 евро в бюджет Европейского Союза, но она платит еще и тем, что она открывает свои рынки для главных экспортеров Европейского Союза. И это как-то при балансе плюсов и минусов обычно не учитывается. Я не утверждаю, что для Европейского... Безусловно, не утверждаю, что Латвия теряет в Европейском Союзе, она приобретает. Мы приобретаем, безусловно, связи, мы приобретаем мобильность, мы приобретаем технологии, мы приобретаем свободную торговлю с государствами нашего уровня. И это позволяет нам, ну, в общем-то, подниматься. Да. Игорь Пьюминов, она в студии. Привемся ненадолго. Небольшая пауза на рекламу. Не переключайтесь. Микс-ньюс. Вы слушаете радио Болткома. Добрый день еще раз. Наш сегодня гость. Игорь Пьюминов работает не только в комиссии СССР по бюджету и финансам, но у него есть еще и такая общественная работа, я думаю, хорошо вам известна. Он президент Лашор в Атвийской ассоциации школ с обучением на русском языке. Сейчас важно эту аббревиатуру расшифровать, потому что мы видим, что коалиция буквально на прошлой неделе, на этой было продолжение. Если верить отдельным представителям этой коалиции, может информация разная, но то, что говорят ТБ в Латвии, они говорят, что в коалиции достигнуто историческое решение о полном переводе всей системы образования латышский язык. Но мы понимаем, что поскольку вузы уже переведены, старшие классы с 2021 года, то по существу речь идет о детских садах, то есть фактически с детсадовского возраста, не знаю, с трех лет и до девятого класса включительно. Все только на латышском. При этом никто не говорит о том, а вообще родной язык будет где-то фигурировать в учебной программе, в факультативах, или мы вообще закрываем всю эту историю. Вот как бы вы это прокомментировали, и действительно ли речь, как вам кажется, идет о том, чтобы вообще вот это образование на языках нацменьшинств ликвидировать? Безусловно, то, о чем вы сейчас сказали, это вызывающий поступок. Сама новость о том, что в коалиции достигнуто соглашение, успокаивающие реляции о том, что это все не сразу, мы еще подготовимся, это все, конечно, чепуха. В конце концов, нету никакой в этом новизны, и те, кто внимательно смотрел за событиями, следил за событиями, этого ожидал. Другое дело, что здесь надо просто как бы констатировать некоторые обстоятельства. Прежде всего, Латвия отмахивается от своих обязательств, которые она давала, входя в Европейский Союз, и она подписала не в последнюю очередь рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств потому, что это соответствовало условиям соответствия, соответствовало требованиям вхождения Латвии в Европейский Союз на основах соблюдения общеевропейских прав и норм. В этой самой рамочной конвенции, в 14-й статье сказано, что в условии достаточного спроса государство обеспечивает в рамках своей финансовой системы, образовательной системы и посильно финансово изучение языка национальных меньшинств или обучение на языке национальных меньшинств при условии достаточного спроса. Спрос есть, как мы видим, да. Ну, в стране проживает 37% населения говорит дома на русском языке, остальные говорят на латышском и очень небольшая часть на других языках. В основном все население распадается на две части языкового отношения, это раз. Во-вторых, примерно 55 тысяч школьников учатся по-прежнему на русском языке или частично на русском языке, потому что выдавливание русского языка из школ началось еще, как мы знаем, в 1998 году, но даже это присутствие в объеме не превышающем 40% в средней школе и в старших классах основной школы оказалось недостаточным для тех идеологов, которые видят в дальнейшем обучение национальных меньшинств Латвии только на государственном языке. Я настаиваю на том, что надо учиться в подростковом и детском возрасте преимущественно на языке семьи. В этом моя убежденность. На это указывают психофизиологи, психолингвисты, просто физиологи. Это есть основа воспроизводства культурно-языковной идентичности людей. На каком языке учишься, на таком языке думаешь. На каком языке мы говорим, к той этнической группе мы сами себе, не давая себе отчет, и относим. Я русский человек, потому что я говорю на русском. Это совершенно естественное состояние. В подростковом возрасте доминирование того или иного языка существенно определяет становление поведенческих, мыслительных и ценностных стереотипов. По большому счету, именно этого хотят использовать для того, чтобы новое поколение не латышских, скажем так, латвийцев из семей, где говорят сейчас дома на русском языке, перелицевать, перенационализировать. Я вижу за этим большой расчет на том, что будут сменены культурные приоритеты, чтобы наши дети смотрели на победу Советской Армии, Красной Армии, во Второй мировой войне, как на события, происходившие где-то на другом континенте. Они непосредственно... Еще не факт, что происходило. В их семьях. Но это будет чуть поговорим. Это другой разговор, да. Все это чрезвычайно рискованно и очень опасно. И с другой стороны, мы должны хорошо понимать, что люди у нас все разные. Одни считают это чрезвычайно важным обстоятельством в виде себя в своих внуках. Другие предполагают, что это не так важно. Главное, чтобы ребенок был накормлен, обутодет, хорошо образован, имел большой достаток, возможность не только получить наследство, но и оставить его своим потомкам. Повторяю еще раз. У каждого должен быть выбор. Но государство это выбор лишает. Если до сих пор наши семьи могли отдать ребенка в школу с обучением на русском языке или на любом другом языке, могли отдать в латышскую школу, и многие... То есть, не было права выбора. Латвийские русофоны этим пользовались. Мы знаем, они просто в латышских школах немало учатся ребят из русских семей. В этом был выбор, в этом был демократизм, в этом была, в конце концов, та самая свобода, за которой и для которой восстанавливалась независимость Латвийской республики. Теперь этот выбор сокращен до очень простой и ясной, как стрела от тропы. Учиться можно будет, если так все получится, как сейчас нам обещает правящая коалиция, на одном языке. Я убежден в том, что события не закончились. Решение Конституционного суда, который просто отмахнулся от предостережений, которые получил от Консультативного комитета Совета Европы, следящего за исполнением государствами, требования рамочной конвенции, как он только что ссылался, не прошло незамеченным. И я знаю, что юристы не только из нашего государства, но и других международных организаций, в частности, работают внимательно, читая те перлы, которые сформировал Конституционный суд весной этого года. Больше того, я уверен в том, что по мере того, как наше государство будет погружаться в новые правила образования, которым будет доминировать и существенно доминировать латышский язык, будут на своей опыте убеждаться, какие проблемы это будет приносить в их семьи. Повторяю, немало людей, которые к этому отнесутся спокойно. Но я обращаюсь, прежде всего, к тем, которые полагают, что все-таки от многого можно отказаться, но нельзя отказаться от самих себя. Я уверен в том, что событие не закончится так просто. Да, вы упомянули вот эту культурную, историческую, идентичную, называете, как хотите, и это сейчас было весьма уместно, особенно в свете недавнего заявления министра обороны господина Пабликса. Я знаю, что вы в социальных сетях на это реагировали, и партия реагировала, даже было письмо отправлено на днях партии согласия генсеку НАТО. Напомню нашим радиослушателям министра обороны, вице-премьер, кстати говоря, Артис Пабликс, выступая на мероприятиях в честь 75-летия Моррес Калвис, борьба в районе Сигуды, так, чтобы совсем по-простому говорить о том, он назвал тех, кто там боролся на стороне гитлеровской коалиции, нацистских коллаборационистов, назвал героями, которые выдержали серьезные бои с происходящими силами противника. И мы не позволим над ними глумиться. Это нечто новое, потому что до сих пор героями и настоящими патриотами легионеров называли представители ТБ Весу Латвии. Это был их конек. Как мы знаем, они 16 марта под этим соусом ежегодные сшествия устраивают. Но Пабликс представляет якобы либеральное крыло. Правительство АТС ТБ ПАР делает, будучи министром обороны, такое заявление. Что это? Это какая-то оговорка? Это такая, я бы сказал, близорукая попытка понравиться какой-то части электората? Или это умышленная акция, о которой вы тоже обмолвились, полностью поменять вот это представление об итогах Второй мировой войны? Я думаю, это в первую очередь невербальное считывание господином Пабликсом того, что в нашем государстве сейчас как бы осуществляет спрос на допустимое. Я вот за этой витеватой фразой хочу сказать следующее, что еще недавно, ну относительно недавно, министр Эйнер Целинский, прямо скажем, не самый крутой политик в национальном объединении, лишился своей должности после того, как он просто, по-моему, присутствовал только на отмечании годовщины начествования легионеров 16 марта в Лестинене, это было именно там. Это он был тогда министром правительства Лаймдуаты, в результате, в общем-то, он был вынужден отказаться с его портфеля. Сейчас это все происходит, так скажем, на голубом глазу нашего президента министров и при полной осведомленности нашего президента без какой-либо реакции и общественной оценки. Я обращу внимание еще на следующее, что произошло 27 сентября, где господин Пабрикс высказался так, как вы только что процитировали. На самом деле, по-моему, здесь как бы он перепрыгнул через заглоблю, как говорят латыши, летис, паре, илкси. До сих пор легионеров чествовали, жертвенность их судьбы признавали, и с этим трудно не согласиться, потому что в 44-м году отвертеться от службы в легионе было чрезвычайно сложной, если вообще возможно, но вместе с тем героями действительно не называли, но кроме того, господин Пабрикс отдал дань и выразил свое восхищение героическими действиями германских вооруженных сил во Второй мировой войне. Такого еще в нашей, в новейшей истории Латвии не наблюдалось. Понимаете, легионеры воевали до последних дней, они защищали в Берлине рейс-канцелярию небольшим количеством, там было несколько сот человек, но они меня защищали. Что же из этого следует? Что в следующем году, когда будет 75 лет защиты рейс-канцелярии, мы вправе увидеть, мы можем увидеть господина Пабрикса в Берлине, который будет говорить те же самые слова прямо напротив германского рейхстага, где заседает парламент Германии. Это, возможно, умозрительное такое предположение, но на самом деле оно действительно совпадает с тем, что произошло теперь, потому что такое были бои под поселком Море в Сигодском крае. Две недели германские вооруженные силы, в составе которых были легионеры, сдерживали наступление Красной Армии в направлении Риги и дали возможность германской армии вывести из Эстонии огромный гарнизон, который ушел на запад и таким образом усилил реально обороноспособность германской армии на территории самой Германии в Берлине. И сделал взятие Берлина более кровопролитным. Реально Латышский легион участвовал операцией, которая была с точки зрения стратегической успешной. И этим фактом господин Пабрикс восхитился. Но я на это обратил внимание в своей публикации в Фейсбуке. Повторяю, такого еще не было. Возможно, он до конца как бы не понимал то, что говорит, и просто следовал какому-то поветрию, которое почувствовал в ветре. Но это не снимает с его ответственности. Он министр обороны государства Европейского Союза и, как напомнили наши политики, и члены НАТО. Вот интересно, что я обратил внимание, что да, мы знаем эту историю создания легиона, вот 15-й и 19-й дивизий. Мы знаем, что там были и добровольцы небольшое число, были те, которые призвали, но были те, кто командовал этим легионом, в том числе вот в этой местечке Моры. Я специально обратил внимание на этих четырех офицеров. Все они поступили на службу гитлеровской Германии в 41-м году. То есть не в 43-м, а в 41-м году кто-то участвовал во вспомогательных силах, кто-то в обеспечении порядка. Как в 41-м году обеспечивался порядок, я думаю, мы прекрасно знаем. И сколько в результате жертв обеспечения этого порядка среди мирных жителей, мы тоже знаем. Но неужели Пабликс вот этого не понимает? Вы задаете риторический вопрос, я постарался на него ответить в предыдущих своих комментариях. Как вам кажется, можно ли ожидать дальнейшие какие-то попознавения с тем, чтобы просто переписать полностью вообще весь ход событий Второй мировой? Ну вот, я-то потому, собственно говоря, я свою точку зрения и в Фейсбуке излагал, и сейчас говорю, это, повторяю, не мнение, не позиции, не партии, которая состоит в нашей фракции всеми. Я просто предвижу риск, что если этому не дать отпор, то наши политики начнут просто в ближайшие годы ходить по школам, встречаться со старшеклассниками, не только со старшеклассниками, с подростками и рассказывать о героическом пути латышского легиона во Второй мировой войне. Поэтому сейчас чрезвычайно важно дать такую общественную оценку, которую я даю и теперь. В завершение не могу не спросить о том важном событии, которое ожидается в этом месяце. В конце октября будет Конгресс партии Согласия родной для вас. Что вообще ожидаете от этого Конгресса? И действительно ли нужны какие-то радикальные изменения? Я почему спрашиваю? С одной стороны, все кричат, вот видите, видите, там рейтинги падают. С другой стороны, не до успокоения, а просто вот в качестве такой статистической картинки мы видим, что по-прежнему Согласия остается, судя по рейтингам, самой популярной политической силой в стране. Вы спросили, что я ожидаю. Да. Я ожидаю существенной демократизации управления партии, существенной демократизации самой партии. Традиция эта, в частности, уже совершенно понятна, я не вижу тому никаких препятствий. В закрытых выборах председателя правления партии выдвинуто 4 кандидата. Четыре? Да, те, кто знает об этом. Ну, по крайней мере, я знал о трех, но вот я вчера узнал из сообщения лет, и Иоанн Сурбанович об этом сообщил, что Нил Ушаков тоже будет претендовать на эту должность. Получается, вот Нил Ушаков, Янис Сурбанович, Вячеслав Тамбровский и Андрес Морозовс. Отмечу, что Андреса предложил я, но это тема отдельного разговора, почему именно его и почему я, вот потому что мне представилось, что он соответствует тем требованиям, которые сейчас нуждается партийный лидер в большей степени, чем во всех остальных. В организациях сейчас идет подготовка к съезду. Я лично сам сделал немало для того, чтобы этот съезд был не митингом под крышей, а действительно рабочим съездом с высказыванием большого количества, большим количеством делегатов, немалого количества суждений, замечаний и предложений. И я уверен в том, что это начало серьезной реформации партии, которая будет в полной мере соответствовать требованиям современного европейского социал-демократического движения, которому мы безусловно служим. И это будет не всякого сомнения способствовать не только в третьей этой партии в самой стране, но и выработке конструктивных, научно обоснованных альтернатив для дальнейшего развития нашего государства. Я убежден в том, я заканчиваю опять-таки на ответ на ваш вопрос, следующая фраза, я убежден в том, что наша страна, она просто пропитана потребностью в социальной справедливости. Люди чрезвычайно устали от того, что сколько не работаешь, а все не можешь обеспечить нормальную жизнь ни себе, не своим детям, что надо работать на двух работах, что эти тракани бега, которые загоняют людей в стрессы, поэтому растет количество онкологических заболеваний, растет количество самоубийств. Латвия занимает третье место в Европе после Литвы и Венгрии уже многие годы по количеству самоубийств. То есть мы отходим по улицам и не понимаем, что вот еще пройдет несколько месяцев и вот там каждого там какого-то там десяти тысячного не будет только потому, что он сам уйдет из жизни, что нету возможности эту лямку тянуть дальше. Между тем есть конкретные рекомендации, каким образом можно поставить при свободном рынке так жизнь, чтобы капитализм стал не петлей на шее, а средством саморазвития каждой отдельной семьи и гражданина. Вы, наверное, правы, потому что вот в завершении, в подтверждении вашей мысли, сейчас ведь ужас ситуации в том, что если раньше говорили, что вы знаете, вот у нас, конечно, самая справедливая в мире пенсионная система, модель, но поскольку вы в основном работаете до 96-го года, вам не повезло, и поэтому у вас такая нищенская пенсия. Но мы видим весь ужас ситуации в том, что сейчас вот те, кто сейчас уходит на пенсию, они оформляют себе пенсию, и они видят, что они недалеко ушлезть, так можно сказать, от тех пенсионеров, которые уходили раньше. Такая же нищенская пенсия. Ну, то есть нищета догоняет даже тех людей, которые, вроде бы, получили надбавки, которыми гордится господин министр финансов. Да, и которые уже работали в последние годы. И, может быть, даже совершенно справедливо гордится, но этого мало. Вот о чем идет речь. И непонятно, когда ситуация улучшится. Вот что самое трагическое. Игорь Пименов у нас был сегодня в студии, депутат Сейма от фракции Согласия. Большое спасибо. Спасибо вам.